Друзья, я хотел бы вас познакомить с Антониной Темченко, которая является резидентом бизнес-общества «Реактор». Теперь она сооснователь бизнес-общества «Реактор» в Волгограде. И также она является основателем, идейным вдохновителем, владел лицей «Пицца Йовы». Это классный бренд, вкусный бренд. Он находится в Волгограде на улице Ленина, 22А. Если вы смотрите нас с этого города, обязательно зайдите, скушайте что-нибудь вкусненькое, напишите Тоне под этим интервью свой отзыв, насколько вам понравилось. Итак, привет, как же это все началось? Ну, начнем с того, что это наш с Антоном второй бизнес-проект. Первый проект – это клининговая компания «Экопро». Проект был очень успешным. Мы за три года вывели компанию в очень классный оборот и решили, что нам нужен еще один бизнес. Ну, как все говорят, яйца же нужно класть куда? В разные корзины. Мы решили создать еще одну корзину. Мне всегда было интересно создать бизнес, который можно масштабировать, который можно продавать по фроншизе. Мне безумно нравилась история компании «Макдональдс». Она меня вдохновляла. И мы решили попробовать делать что-то подобное. Вот. Выбор остановили на пицце, потому что я люблю итальянскую ступку. Вот. Собственно, вот так родилась идея. Мы начали работать над этим проектом, учиться. И через год открыли «Файк Псио». Вот здесь рождается идея открыть пиццерию. Что первым делом надо делать? Искать помещение, разработывать рецептуру, делать меню, придумывать названия. Что? Такие шажочки. Подумать. Подумать. Хорошей-то подумать. Я вам всем советую не открывать пиццерию. Да нет. Я всем на самом деле на тот момент я считала, что лучше покупать не франшизу. Лучше делать все самостоятельно. Сейчас я понимаю, что технологии, система, рецептура, знания – это самое ценное, что есть. И я всем сейчас советую, неважно в какой сфере, особенно вообще пить и покупать франшизу. Потому что вложение в франшизу минимальное, но ты покупаешь огромный пакет знаний. Факт закрытия проекта минимальный, потому что ребята уже отработали. Все технологии, все ошибки проработали и тебе дают хорошую полюбку. Я считаю, что нужно начать с изучения рынка франшиз. Если ты хочешь открыть общий бит, посмотри опыт других людей. Да, как минимум ты сэкономишь кучу денег на это. И нервов. И нервов. И да. Да. Давай посмотрим, что у тебя получилось в итоге. Как формировалась цветовая гамма, как подбиралось меню, как формировалось меню. Что вы сюда вложили? Мы же что-то брали за основу. Ну смотри, как я повторюсь, когда мы открывались, к сожалению, у меня было убеждение, что нам не нужна франшиза. Мы не должны ничей опыт использовать, мы должны все делать сами. И мы пошли по этому пути. Этот путь оказался очень сложным, очень дорогим, энергозатратным. Поэтому у нас ничего нет из других пиццерий. То есть я нигде не работала, я нигде не забирала технологии. Нам приходилось создавать все самостоятельно. Я не могу сказать, что это плюс. Да, мы, конечно, что-то создали, но по сути мы изобретали велосипед. В чем суть нашей работы? Мы открытая компания и у нас открытая кухня. Сейчас очень много компаний, которые пользуются этой фишкой. Я считаю, это классно, потому что у потребителя есть возможность посмотреть, как происходит приготовление пиццы. Это всегда создает ощущение безопасности, что руки чистые, перчатки надеты, повара красивые. Да, ну давай сначала посмотрим на вашу зону, зона касса и выдача. Появился между ними холодильник, она же печка, да, для чего? Суповая витрина. Да, тут вчера висело минус 50. Да, мы поменяли, мы сейчас хотим поменять зону, потому что устали. А, устали, все, понял. Вот, значит, мы стремимся сделать нашу пиццу максимально быстро, потому что мы понимаем, что сейчас современный мир очень ограничен по времени, что люди очень экономят свое время, дорожают каждую секунду и каждую минуту, и поэтому мы хотим делать пиццу и каждую продукцию нашей компании очень быстро. Поэтому у нас в заказовой зоне есть всегда готовая, свежая продукция. Когда пицца готовится, она помещается в пицца-витрину, мы ее так называем, и 40 минут стоит в одном месте. Как только 40 минут проходит, мы перемещаем ее в другую часть витрины и продаем с 10% скидкой. Почему? Потому что понимаем, что продукт уже не того качества, как свежий продукт. Вот, соответственно, мы не должны продавать его по той же цели. Хотя прошло 40 минут, у меня бывает пицца по 3 дня в холодильнике лежит, и я считаю ее свежим продуктом. Но пицца-витрину думает, иначе. Ну, в общем, мы стремимся, чтобы все было быстро и вкусно, потому что... Круто. Какие фишки в меню реализованы? Вижу зачеркнутые цены, какие-то цены более активные. Что это... Как это влияет на потребителя? Значит, мы 2 года разрабатывали систему приготовления пиццы. Сейчас я могу сказать, что наша система приготовления пиццы и рецептура приготовления пиццы, она максимально достаточная. Ну, то есть, да, потребителям нужен достаточный продукт. У нас очень вкусная пицца ресторанного качества, которую мы доставляем на доставку. Кто пробовал пиццу-пицца-йола, не даст соврать, у нас пицца ресторанного качества. Это, собственно, особенная рецептура теста, натуральная моцарелла, натуральные соусы. То есть, мы не используем ни кетчуп, ни майонез, никакие усилители вкуса, то есть, у нас это принципиально. Сейчас мы решили еще дополнить нашу линейку продукции курицей. То есть, буквально две недели назад мы начали разрабатывать быструю технологию приготовления курятины, курицы. И вот мы сейчас снизили цены на курицу, потому что мы хотим... На тестовый период, да? Да, на тестовый период, чтобы потребитель привык к тому, что у нас новая курица, с новой панировкой, с новой скоростью отдачи. Ну, и сейчас экспериментируем. То есть, помимо пиццы, мы хотим дополнять нашу продуктовую линейку продуктами, которые будут такие же вкусные, такие же быстрые, как и пицца. Ну, курочка получилась? Получилась. Но нужен, конечно, сейчас период... Набить руку, да? Конечно, да. Окей, пойдем посмотрим кухню открытую. Тут, получается, это для деток, чтобы дети делали фотки, или для чего эти руки? У нас, в общем-то, концепция первой развлекательной пиццерии. У нас очень проходит много детских пустер-классов. Вот, и, соответственно, вся эта история очень интересна детям, ты прав. И они приходят, смотрят, как дяденьки-повара готовят пиццу. Для них это суперинтересно. Ну, и это, как говорит Игорь Влад, дополнительная точка контакта с клиентом. То есть, каждая деталь заведения должна играть, общаться с клиентом. То есть, меню... У нас каждая деталь, каждая коробочка имеет какие-то фишки. Там, подержи меня здесь, смотри меня тут. То есть, мы играем с клиентом, мы общаемся с ним через все возможные каналы коммуникации. Интересно. Скажи, пожалуйста, вот брендинг коробок, каких-то меню и так далее, ваши QR-коды, насколько часто вы их меняете для потребителя, чтобы оно не приедалось, и нужно ли это вообще делать? Я считаю, обязательно нужно постоянно удивлять человека, в том числе, визуальными визуалами. Изменениями. Да, конечно, потому что, ну, я, например, не понимаю компании, которые разрабатывают брендбук и пользуются им десятилетиями. То есть, это вообще история не про нас. Наша задача – подарить клиентам максимальное количество эмоций. Я считаю, что еда, съеденная в положительных эмоциях, она вкуснее. Наша жизнь и так достаточно серая, и мы хотим сделать так, чтобы клиенту не только вкусно было, но еще и классно, весело, интересно взаимодействовать с нами. То есть, мы дарим эмоции, мы хотим дарить эмоции. А яркие, красивые визуалы, креативные – это пожарьба. Это есть эмоции. Скажи, пожалуйста, немножко по цифрам. Сколько сейчас в среднем готовится одна пицца перед выдачей? Первый вопрос. Второй вопрос. Какой процент таких пицц уходит на доставку из общего количества заказов? И если клиент все же остается у вас кушать внутри, сколько он в среднем проводит времени в самом ресторане? Так, давай, кому я первый вопрос? Давай, первый вопрос про пиццу. Сколько она времени готовится? Ну, мы сейчас начали активно работать над скоростью. Мы интегрировали новую систему автоматизации, которая нам позволяет отслеживать каждый этап приготовления пиццы. Вот. Это наше тоже большое достижение. Наконец-то мы к этому пришли. Сейчас стандарт приготовления пиццы до 10 минут. До 10 минут. Пиццу можно приготовить за 7 минут, но мы взяли буфер 10 минут. Но стремимся к тому, чтобы пицца была приготовлена за 7 минут. Вот. Но, конечно же, это требует очень больших трудозатрат, обучения и так далее. Короче, у нас цель 7 минут. Окей. Какой процент пиццы уходит на доставку? 50% на данном этапе, 50% клиентов у нас клиентов на доставку. Вообще, в доставке еды этот процент обычно больше. Но поскольку мы достаточно многими механиками привлекаем клиента сюда, в пиццерию детскими мастер-классами, всякими акциями и так далее, у нас, в принципе, процент посадки тоже достаточно большой. Для такого формата. А вам выгоднее, чтобы клиент приходил сюда или увеличивать долю доставки по среднему чеку? Выгоднее, конечно, клиента получить в пиццерии. Да, но сейчас рынок диктует другие совершенно варианты. Люди хотят получить еду домой. Горячую, такую же, как в пиццерии, быстро домой. У вас есть своя доставка? Вы пользуетесь Delivery, Яндекс? Мы пользуемся всем, чем только можно пользоваться. У нас есть своя служба доставки. Мы пользуемся агрегаторами, потому что я считаю, глупо игнорировать агрегаторы в 2021 году. Это мощнейший инструмент привлечения клиента. А уже удержание его и вовлечение в свою службу доставки, это вопрос, дело мажете. А сколько в среднем клиент проводит времени в пиццерии? Есть такая митрика? Ты знаешь, нет. Мы собирались внедрить инструмент. Есть специальные датчики посещения клиента. Но в период пандемии это было бессмысленно, потому что посадка в зале уменьшилась. Сейчас вот опять внедрили систему QR-кодов. И, естественно, посадка в зале опять минимальная. Соответственно, мы пока не видим смысла измерять данные, потому что они будут недостоверны. Но вообще, конечно, их нужно сделать. Вот пока я скажу так. Мы не знаем, потому что рынок нам диктует определенные неприятные условия. Когда же уже пицца-йолы появятся по франшизе в других городах? Мы надеемся, что в декабре мы все-таки решимся. Почему решимся? В принципе, продать франшизу несложно. Обещать покупателю франшизы, будущему франшизи, золотые горы, тоже несложно. То есть продать продукт несложно. Но мне принципиально продать качественный продукт. Я хочу сделать так, чтобы человек, покупая нашу систему работы, зарабатывает. То есть я не могу продавать и руку. Поэтому мы дорабатываем продукт, чтобы, выходя на рынок другого города, он сразу был работоспособным и сразу был выгодным для приобретателя. А ваша франшиза будет подразумевать и обучение персонала, и помощь в ремонте, в запуске? Конечно. Да. Я просто знаю, насколько это больно и тяжело открываться без знаний. Как это уничтожает морально и эмоционально, когда ты просто не знаешь, что делать? У тебя нет опыта, у тебя нет никаких кейсов, нет людей, с которыми ты можешь пообщаться, поделиться своими болями и переживаниями. Это очень сложно. Мы не хотим, чтобы наши франшизы столкнулись с этим. Мы хотим, чтобы люди получили не только качественный продукт, качественную систему, но еще команду единомышленников, людей, с которыми можно поговорить, поделиться своими переживаниями, болями, получить какие-то новые знания, пройти вместе тренинги, полюбить мир. В общем, какую-то корпоративную культуру мы хотим развивать вместе с нашими франшизами. Друзья, самое важное – это ответственные франшизи, которые вам не продают не просто продукты, а хотят продать вам тот продукт, с которым вы будете зарабатывать вместе с ним деньги, будете с ним долго. Второе – постоянно работаете над эмоциями. И третье – это сроки и качество вашей продукции. Очень важно работать с этими метриками, чтобы ваш потребитель к вам возвращался и всегда был доволен тем, чем вы его радуете. Два слова про метрику. У нас сейчас реализована в колл-центре функция «Поговорить как с другом». Мы ее год назад реализовали, и она зашла на урад. Клиенты очень любят эту историю. То есть заказывая пиццу через сайт, можно сделать отметку «Поговорить со мной как с другом». И оператор с тобой поговорит на «ты». Привет, пацан. Девчонка, девчоночка. И, в общем-то, многим людям очень приятно поговорить с оператором простым языком. Мы хотим сейчас реализовать эту историю на кассе, чтобы на кассе наши уважаемые кассиры могли также приятно создать такую же приятную эмоцию потребителя, как девчонки из колл-центра. Так что буду держать в курсе, как у нас это получится. Потому что я считаю, повторюсь, что пицца, съеденная в приятных эмоциях, она намного вкуснее. Мир наш очень серый. Бывает. Нам нужно его раскрашивать. Согласен. Друзья, если есть у вас вопросы по ниши пиццерии, ресторанного бизнеса, пишите под этим интервью вопросы Антонине. Она вам на все ответит. А несколько счастливцев из вас смогут с ней созвониться в зуме и обсудить какие-то более детальные вопросы. Антонина открытый человек, она живет в Волгограде. Еще раз, Ленина 22А, всегда заезжайте, вкусно перекусите. И часто она очень бывает здесь, мы работаем с ней познакомиться. Спасибо. Good luck.